Готов отчитаться премьер и перед народными избранниками, как только те, в свою очередь, будут готовы его выслушать. В парламентских кулуарах сегодня обсуждали не только Кабмин, но и закон, на который потратили целый день, а в итоге отклонили. Так в чем же увязли сегодня депутаты? Давайте узнаем от Екатерины Лысенко. Пока премьер говорит о достижениях правительства, работу Кабмина вовсю комментируют нардепы. Как говорят, отчет уже в стенах парламента, в письменном виде, а вот когда по плану выступления под куполом, парламентарии не знают. Насколько мне известно, уже презентация и звезды уряда направлена в парламент, и мы ждем этот документ, как зарегистрированного документа. В любом случае, этот уряд мы считаем, хоть самопомощь и оппозиционная фракция, но этот уряд мы считаем лучшим за предыдущим. Должна быть правильная процедура, должен прийти и сказать, что у него получилось, что не получилось, по какой причине, непрофессионализм, коалиция не поддержала из-за того, что голосов нет, какие-то другие абстрактные вещи. В фракциях коалиции, похоже, меня из правительства не намерены, и когда бы не пришел премьер, его обещают поддержать. Будет заседание в комитете экономической политики, где вообще будет уже приниматься звезд уряду в комитетских слушаниях. Я считаю, что после этого он уже будет принесен до залу, это может быть пятница, может быть уже после травневых свят, но в любом случае он должен быть, и я считаю, что пан Гройсман должен быть ответить. Большое было достигнение, было много ошибок. Такая людская доля, ну, извините, не помиляется, то ты ничего не делаешь. Как члены коалиционного уряда, то мы будем поддерживать уряд в работе дальше, потому что при призначении Володимира Гройсмана на встрече с фракцией, главной нашей задачей было продолжение реформы. Спикер тоже уверен, что депутаты одобрят работу Гройсмана, мол, коалиция его поддержит. Но состав ее и для главы парламента загадка. По словам Борюбия, списка большинства как такового нет, а выяснить, кто в нем, можно путем опроса депутатов. Вы же можете сейчас пойти к ТАЦ Ганну Губко, че вы члены коалиции? Можете пойти и спросить, Андрей Порубий, че вы члены коалиции? Это же не слова, это же политические заявки. Сейчас собираются в зале, голосы по одному, по два, коалиции не существует. И потенциал у влады принимать законы с силами коалиции нет нижних. Они ходят по залу, шукают голосы у разных партий, фракций, групп, тимчасовые союзы, между собой, чеки на том все. Не працюет коалиция, не працюет Рада, сейчас пойдет на месяц. Найголовное вопрос, а будет перерыва, а не будет перерыва, и какие-то политические вещи, все. Ничего не происходит, ничего не делается ни для людей, ни для страны. У оппозиционного блоку есть треба к этой сессии, которая пока не перерывалась, но перерывается почти на месяц, чтобы мы приняли решение, одно, простое, 3,5 тысячи гривен минимальная пенсия, 4,5 зарплата. Если у уряда есть деньги, нужно платить людям. Чем занимается этот парламент и правильная коалиция? Покажите программу развития государства и пакет законов, которые должен рассмотреть парламент для ее реализации. В Украине продолжает развал государственных институтов и, главное, социально-экономичного защита граждан. Под каждым из этих направлений нужна программа восстановления, подкреплена законом. На залу сегодня нет социальных законов. Документ дня – закон о Конституционном суде. В блоке Порошенко, как и в Народном фронте, не устают говорить о новациях. Після ухваления закону будет не как орган судового влада, а как отдельный орган конституционного контроля. Зокременно, данным законом пропонуется новая структура Конституционного суду. Сейчас Конституционный суд будет складаться из Великой Палаты. Это 18 членов из двух сенатов. По 9 судей Конституционного суду и 6 коллеги. По 3 судей в каждом. И все бы ничего, но между первым и вторым чтением в документе появилось много поправок. За каждую из них стали голосовать, и рассмотрение закона затянулось на часы. На этапе подготовки до другого читания понапхали поправки, в якими вносятся изменения абсолютно другие законы. Ну, в частности, закон про нотариат, в частности, процедуру призначения уповненненного справа человека. Это абсолютно непрепустимым. Но больше всего оппонентов документа смутила заработная плата судей Конституционного суда. Там полный нонсенс. При зарплате 180 тысяч гривен для судей Конституционного суда надбавки за 2 года складывают плюс 20%, за 4 года плюс 30%, за 7 года плюс 40%. То есть в рожевых одиницах это 30, 50, 70 тысяч гривен взяли надбавку. Плюс за науковый ступень, за все, за все. Они реально в эквиваленте отримут зарплату больше, чем 10 тысяч евро. Раньше было 15 судей, сейчас 18 судей. Содержание этих судей обойдется в Украине более чем в 7 миллионов гривен в месяц. Соответственно, в год мы будем платить на них более 80 миллионов гривен. Также непонятный функционал, а самое ужасное, что это пожитивое утримание. То есть мы будем содержать этих судей и после того, как они закончат работать, как судик Конституционного суда. В итоге обсуждению закона о Конституционном суде Нардеву посвятили целый день. Обсуждая каждую поправку. Хотя в сегодняшней повестке было порядка 20 документов.